Здравия желаю, товарищи, на связи я, офицер, и в данном видеоролике по вашим многочисленным просьбам и по своему интересу на дальнейшее будущее решил записать данный чудесный видеоролик, касаемый нового свежего объекта на топ-тир СССР, простите, при топ-тир 10.0. На своих экранах вы можете наблюдать си чудесный аппарат. С вас, как говорится, лайк, подписка, колокольчик, вещает и в данном видеоролике я, офицер, и мы приступаем. И да, когда вы данную машину получаете, вы получаете какие-то там ненужные ламы на 695 мм пробития и золотые прекрасные фугасы, которых я советую вам брать не 30, а 20. Это золотая середина, можно взять 18, можно взять еще меньше, но 20, как по мне, это идеально сойдет. От фугасов на этой теме вообще приятно играть на данном аппарате. Ламы, а не ламами, да, хорошая балистика, да, можно там сквозобор, кусты стрелять, но эмоции не дает. Вот когда вы играете на фугасах, да, у вас есть вот такая чудесная штука, как лазерный дальномер, это просто офигенно. Близеретка у нас составляет 10 секунд, 152-мм орудия 10 секунд. Блин, это злобавил, гад. Блин, это злобавил, гад. блядь не надо дядя господи спасибо тебе родной чтобы тот же объект мы в солянку попали ну блядь а ты сказать мог раньше братан блядь все мы без пипок а его вообще не видят да а его не видят давайте поедем вот по этой части попробуем попробуем их объехать и по флангам поиграть да на этой карте с этими кустами по этому направлению железки будет проблема течно играть да мы не еще на самом деле легких путей о чем тут уже говорить если вы выбрали путь пугасницы играть на пугасах решили вы должны проказ понимать то вам будут мешать очень многие факторы до изящного геймплея это кусты это деревья это машины и особенно про машины это столбы марш привет передает привет целая армия леопард который имеет лом также лазер дальномер и мир и смог по нам даже попасть потому что вы быстрее советским возврате в глаз у меня этот был давай братан обходи его я его отвлекаю пи 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 хорооо что так благодаря мне я там сезон оооо плиз плиз стой да и да когда вот перезарядка почти будет уже выполнена всегда будут такие нонсен миксы да ооо вот живём он заблод, что мы пушимак нит? урон на высšold taken спасибо за подачку хороший актер заблудите ему 200 рублей нашел пока что тима пивозавров тащит давайте продолжим наши давайте не продолжим давайте не будем бабаха записывайся в клуб ни фига себе 1 отлетел 2 отлетел давай 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 хорош а можно помочь у меня шар кто забирает во всем виновата в союзе чтобы танк добраться нормально вот да роль в них ничего еще не видать и 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 какой богатый выбор по картам что же мне выбрать походу они умные нет не умные турмесяга не проехал она машина она и себе представляет дом не машину а мараша прорывом из-за своего кд но за счет базы мы можем так от но с учетом на перезарядку орудия делать главный акцент ближнем бою и откуда да 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 дострелялся да да фрайер чуть-чуть не успел отыкать я думал что он будет ликошет что он не попадет нижнюю часть он попал ну-ка вот прошу я вам и говорю да во время тушения у нас перезарядка не слетает леву просто посмотрите на эту араву господи каких много таких много 10 и на листри это кошмар надо бойся учетом блин того что у нас отсутствует много плюшек у нас есть и другие плюшки под названием сто пятьдесят двух миллиметров фугасов глазами длинномер считайте это не у пт это не танк это чертоподобие бронированный бабахи на базе 80 потому что как танк который стрелять ломами я его себе представить ну никак не надо я бы поехал туда дальше но мне не нравится что там кто то есть он отстрелился добавка я ничего не могу сделать его попросу не вижу за холмом дайте вроде никто пулеметиков у нас туда кстати пулеметиков у нас тут нет это самоделка ну давай 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 выезжай ссыкло о попадание в пушку нифига себе стояк башни вы посмотрите леди джентльмены о вау блин потому это подарки санта клауса этот бочки нефтяные похода хотя знаете если я был американцев до меня был бы это самый лучший подарок нет хорошо по красоте просто лететь и делать влетел по красоте не мог дальше доехать там не хотел а потом откисал звук выстрел данной пушки мне напоминает звук выстрелом реварьера из кс-го парень вот реально чисто чик-чик сводите выстрел вообще прикольно кстати я не поняту китайцы они четыре жили что ли не надо парни но но я не знаю как это еще называть тормсы вместе с объекта отборное пиво и на реально четверг еще скажет видите раз два три три туруса только на бр 10 0 вы понимаете три туруса ри ван чу фри припи жесть просто жесть а сейчас подождите еще люди доставляют а купят и будут солянки да неужели наконец-то урон нормально прошло и башняка отлетела отлетая а как понял механик водитель 2 тупленых бака у нас один остался нормально ничего и с двумя чинами экипажа можем повоевать спасибо что у нас их тут три а не двое если было два шин экипажа тогда это было очень обидно на этой машине играть что он не по нам долбанит делаю о боберут блин затих проищаешь маещера я не увидел бегу и там две был по мне стрелял я думал, что он сломается на паза ты на паза стрелять звук у бмдов вообще Уф, будто трубинка Окей, теперь давайте поедем в итоги данного видеоролика Во-первых, машина хорошо себя чувствует По ходовым качествам Даже при игре в стоковом состоянии На котором вы могли видеть геймплей Да, трансмиссии, все остальное у меня стоковое Машина прекрасно себя чувствует Она не обделена Она в стоке даже способна занимать выгодные позиции Успеваться с противником Может где-то местами раньше противника И все в том духе Благодаря задней скорости мы можем немножко получше отыграть Местами меня это реально спасало Но за счет беззарядки орудия И вообще нашего калибра Нам немножко проблематично будет играть Если вы выберете геймплей с фугасов То вы готовьте, что фугасов Да, все заводится Просто обо все Минусы еще какие Это отсутствие пулеметиков Если у нас был хоть какой-нибудь там пулеметик Чтобы саломать забор обе кустик Это было бы прекрасно Могли бы еще лучше отыгрывать фугасов Такого функции у нас тут попросту нету Из-за чего играя с фугасами проблематично Но Все равно интересно Согласюсь Я пробовал вне данного видеоролика поиграть с ломами И мне вообще не дошло Ну как обычно об этой игре так не интересно Это 152-мм бабах Парень На ней надо играть на фугасах Это знаете, это как машина Есть машина спортивная Есть машина не спортивная На спортивной машине Если вы едете медленно И не так как ей надо Как она этого хочет Она потихоньку Помаленьку Ну Выдыхается Если вы на Обычной машине Просто топите Вот На какой-нибудь там ладе Педаль в палаце Как на спортивке Какого-нибудь там Не знаю даже кого Пример поставить То данная машина Ну Откиснет максимально быстро тоже Вот Что касаемо бронирования Но удивление бронирования У нас есть Хотя мне кажется Что так на первый промежуток времени Сейчас закончатся Ступеньки на данный марафон Разработчики данной машины На плане бронирования Понервят Скажут что парни Вот Как-то так-то Это ошибка И мы это исправляем И все Они это сделают Ну Сомневаюсь Что касаемо БР БР хороший Она на своем БР Идеально смотрится На 10-0 У нас нет тепловизора У нас нет дымов У нас нету Ну Нормального Такого аспекта Плюша Которые должны быть У АБТ Но Уже в видеоролике Говорил и скажу Это сейчас Это Танк Это не танк Это артиллерия На топ-тире Это бабаха Цверх бронированный На базе 80 И попросту играть На ламах На данном танке Можно конечно Ну а какой в этом кайф Вот фугас У вас есть Лазерный номер Который идет Первый вроде строчкой И вы можете Его качать Мой совет Блин Оставляйте эту машину Парни Играйте на фугасах Разносите рандом И просто Нагибайте Всех На связи Как говорится Был я Офицер И увидимся На полях Сражений Варф Тандер Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому